На улице Троицкой на месте трагического пожара поисково-спасательная операция завершена. Тела всех 14 людей, числившихся пропавшими без вести после пожара, найдены. Сейчас здесь заняты ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия. Все это время, пока шли поиски с первого дня трагедии 4 декабря, люди в соцсетях и частных беседах возмущались. Почему у одесских пожарных не было так называемых кубов жизни или батутов, которые, по их мнению, должны были спасти жизни всех тех, кто остался внутри, отрезанные от путей эвакуации. Вот только профильные специалисты подобного мнения не разделяют. Поэтому мы и решили выяснить, почему у одесских спасателей нет на вооружении таких средств и насколько они могут быть эффективны в подобных чрезвычайных ситуациях. В первые дни после пожара в толпе Зева, которые следили за работой спасателей, то и дело слышалось раздражительное обсуждение действий и уровня технического оснащения спасателей. В соцсети, разумеется, также изобилуют примерно такими комментариями. У МЧС техника прям европейская. Вопрос. Где спецсредства для приземления выпрыгающих из окон? В больницах в тяжелом состоянии те, кто прыгал из окон. Почему не были натянуты тенты? Есть спиральные надувные матрасы на такие ситуации. Почему не применили? Конечно, негодование людей понять можно. Картина ужасная. В центре города горит учебное заведение. Дети стоят в оконных проемах и готовятся прыгать вниз с верхних этажей. И один из таких прыжков стоил жизни спасателю Сергею Шатохину, на которого упала студентка. Одним из главных вопросов прибывшему в Одессу руководству ГСЧС во главе с премьером был вопрос об отсутствии так называемых кубов жизни для спасения людей с высоты. Главный спасатель считает, что такие средства малоэффективны. После наших ретельных анализов, после общения и изучения опыта наших партнеров из Европы, можно говорить о том, что эффективность таких способов по рятунку не достаточно высокая. Но, конечно, на сегодняшний день мы говорим о том, что подраздели службы с надзвучайных ситуаций самыми такими способами по рятунку практически не забезпечены. У нас на сегодняшний день есть пять кубов жизни. Тогда главный спасатель попал под град критики общественности. Но специалисты и пожарные с большим стажем работы говорят, что такие кубы, безусловно, имеют право существовать как спасательное средство. Вот только их применение в реальной жизни весьма проблематично. Это и высота прыжка, и правильное приземление, и достаточная площадь для его развертывания и перевозки. Есть у кубов и свои недостатки. Во-первых, они занимают большое место в машине. Во-вторых, они не соответствуют заявленным ТТХ, которые представляют производители. Далее, не каждый из людей может сделать шаг с высоты для того, чтобы попасть на этот куб жизни. Наш собеседник, пожарный с 28-летним стажем, шесть лет назад был направлен на изучение особенностей применения кубов. Он говорит, что они эффективны на максимальной высоте в три этажа. Но на эту же высоту рассчитана носимая выдвижная лестница, и она входит в стандартный комплект пожарной машины. Для этажности выше применяют автолестницы. Еще одна проблема – отсутствие сертификации кубов. Они не прошли необходимые процедуры. В Одессе есть одна 50-метровая автолестница. При тушении ее не использовали, что также возмутило людей. Но и ее применение, как оказалось, дело не одной минуты. Для того, чтобы разложить 50-метровую лестницу, должны быть соответствующие площадки. Это достаточно такая громоздкая машина. Потом она уже впоследствии работала на ликвидацию последствий пожара. Мы все ее видели. Но для того, чтобы ее было использовать на улице Тройской, было спилено несколько деревьев, были убраны кабеля, провода и так далее. 30-метровые лестницы были направлены в количестве двух единиц. Направлены были сразу. Главная проблема пожара на Троицкой – быстрое распространение огня. И не факт, что прибывшие спецмашины в сложных условиях центра города сумели бы вовремя начать работать, убежден наш собеседник. Уровень оснащенности нельзя назвать катастрофическим. Но нехватка современных средств – это факт. Говорит он и добавляет, что лучшая борьба с пожаром – профилактика исследования всем правилам. Замечу, что правильность действий пожарных сможет оценить только следствие. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова